у нас все записывается выставляется в интернет вы не против не против нет я слушаю вас говорите кто вы откуда и что хотели я из москвы звоню так цыган по национальности вы как-то в одном из своих роликов говорили то что не встречали верующих цыган ну я не могу я не знаю как себя от можно отнести к верующему человеку или нет но все же как бы хотел обозначить понимали с кем общаюсь а мы с вами не встречались там москве какой национальности цыган цыган это вообще удивительно там армяне были у отца кирилла там и они крещение принимали как раз а как вы узнали про нас что нам звонить да я в ю тубе как-то увидел я просто смотрю в ю тубе проповеди всякие всякие разные на какой-то дискусс попал между собственно православным и пятидесятником по моему это да с ним общались как и и после этого я стал смотреть ваши ролики я ваш подписчик на канале вот хорошо что вышли по скайпу у вас какие-то есть духовные вопросы вам понятно что я скажу так после просмотра я вообще сектант ну как как вы называете но так так сложились обстоятельства нет детства как привели в баптистскую церковь и уже более сознательном возрасте я здесь в москве стал посещать собрание не буду называть церковь так как вы это отрицаете евгений бахмутский возможно слышали нет теперь я уже давно москве не был не знаю и собственно глядя у вас был ролик когда вы были в каком-то городе у баптистов у вас есть ролик называется бог исцелил рак у баптистов что-то такое и вы рассказывали о о том то что церковь это только православная католическая православная григорина армянска копты и сирийцы 5 а дальше церкви нет это границы и и да и это я это понял не это понял но у меня такой знаете вопрос наверно тот который меня больше всего беспокоит что есть и гнат и тихо не что есть настоящее покаяние потому что у меня такое состояние ужасное вообще ну как бы духовно я не понимаю что значит покаяние то что у них есть радость какое-то умиротворение и так далее у меня же этого нет я даже не понимаю что значит хотеть как бы да вот из искренне покаяться я не знаю когда я молюсь молитвой покаяние игру господи прости меня грехи мои но наверное не осознавая да вот то есть все все говорят о покаяние что когда человек кается это какое-то что-то сверхъестественное да какое-то вот то есть ты осознаешь действительно не просто умом принимаешь она как бы а вот осознаешь что ты грешный я не могу осознать вот нету да я понимаю что это все хорошо я хочу хочу быть вот но хочу покаяться искренне, да, и жить за Христовым плачем. Но у меня почему-то не получается. У меня дьявол, может быть, держит в таких узах. То есть я не могу справляться с грехами, с какими-то сигаретами и так далее. Но меня это гложет. Понимаете? Давайте исследовать сначала. Вы имеете общение со своим народом, с цыганами? Имеем. В какой стадии? Кто? Родители там, братья, сестры? И как часто встречаетесь? Ну, с родителями, ну, с мамой мы сейчас живем. У нас мама сейчас болеет очень сильно. И брат. Ну, и здесь еще есть цыганское собрание. Церковь, ну, собрание, в общем. Пятидесятники, как бы. Вот я с ними общаюсь. Они, как бы, вроде, скажем, постарше во Христе, да, ну, то есть больше чего-то там понимают. Они мне как-то вот на какие-то вопросы отвечают. Ну, я все хотел с вами пообщаться. Я вам сегодня звонил на телефон, не понимаю, кто-то трубку берет и молчит. Берет и молчит. А вы, когда звоните, то всегда говорите, никогда не ждите, кто ответит вам. Это просто правило такое. Позвонили, трубку кто-то берет, вы сразу отвечаете. Я такой-то, звоню оттуда-то, ищу такого-то, по такому-то делу. А вы, если будете только лёгать, вам никто не будет отвечать, потому что хулиганят. Хулиганят. Вы подробно... Да вам нет к вам сигнала. А вы говорите, в это время записываются, и хозяин просчитает, придёт. А я один раз ответил вот так, так он меня полгода просто преследовал. Пьяница какой-то. Я так понял, что что-то с чем-то с этим связано. Да, ну это так. Так, знаете, я в своей жизни, вот в 56 лет верующий, как обратился, в 23 года, я ещё ни разу не встретил настоящего верующего цыгана. Я слышал, я это слышал. Да, и потому что я не расположен, и мне это не положено. Иудеи, Елен, перед Богом нет национальности, но как есть. Вот они пришли, она, батюшка, я хотела там, а та ребёнка ногой колотит по ящику. Он когда ушли, он смотрит, а они уже всё вытащили. У нас через деревню проходили, это все гнёзда, всё опустошат. То есть, я с ними говорю, почему воруете? А нам и Христос разрешил. Вот когда гвозди вбивали, а там муха села, он говорит, там, говорит, гвоздь забитый уже, и он сказал, воруете тогда. Да, я слышал этого. Всё, они верят в это, понимаете? У вас есть люди, похожие на вас, это казаки. Казаки? А чем похожи? А это так же так, вот такой же менталитет у них. У них ничего нету, и обман на обмане, везде. Это я говорю, вы как цыгане, только бывает одна лошадь на шестерых. Ну да, ну, я не знаю, у нас очень такое, немножко странноватый народ, но здесь в Москве более-менее, ну, как бы, есть верующие, да, вот, они и более образованы, у нас же, как вы знаете, они не образованы, да? Да, конечно, не учатся совсем. Не учатся, и с ними тяжело. С ними тяжело. Замуж выживают. У вас 12-летние, говорят, выскакивают. Да, это ужасно. Это, у нас, знаете, цыгане, у них есть этногруппы разные, их куча, всякие разные. Вот, я как раз историю этногруппы, которые выдают там, замуж рано, там, могут и в 12, и в 13, и в 14, но, не знаю, я это вот считаю какой-то немножко недоразвитость какая-то, как можно отдать ребенка в таком возрасте. У нас в камере, когда я шел по этапам, я сидел, и в это время цыган, он небольшого роста такой был, а за что сидеть? Дочь зарезал. Что-то она не так сделала, но я зарезал. Я говорю, обычно они ребятишек-то любят. Вот такой случай, его по радио передавали, я говорил, а у одной из женщин был ребенок, Настя назвала его, и когда ребенку было где-то 4,5 года, ребенок потерялся. Цыгане проходили по городу, и ребенка засыпили. Но она что, нигде нету. И проходит где-то, сколько-то лет там, а ребенок даже меньше был. Соседка прибежала и кричит, я Настю твою видела, цыганский табор идет, Ну, она пошла, и заявили, прокуратура, там милиция вмешались, и табор остановили. Ребенок не идет, судья вынес решение, ребенка отдать настоящей матери, если она в течение месяца признает мать, значит остается, не признает, отдать обратно цыганке. Вот представь, что мать думала? Она на работу не идет, она с ней, накупила игрушек, а она перебирает игрушки, а когда мы к маме пойдем? Для нее мама была эта грязная цыганка. И она ничего не могла сделать. Когда месяц заканчивался, она в другой комнате сидела и запела колыбельную песню, сидит, плачет и поет. И тогда девочка с криком бросилась к ней на шею, мама закричала. Вот люди забыли голос Божий. Нам необходимо вот вашу душу тронуть, чтобы вы поняли, чтобы вы потерялись. вы голос Божий не слышите. Вы просто выкрадены сатаной были. В вашем племени это бесовская там у них работа, наркотики везде их гонят, штаны кварталы сжигают. Они работать не пойдут. Я и знаю, потому что я работал в этих органах. Ну, я 18 лет помогал в местной тюрьме, только там цыгане были. Ну, старались... Это не все. Не все, Игнатий. Не все, конечно. Не все. Но настоящего верующего. Нет, я встретил, говорю, вот это семья верующая. Я говорю, а чем занимается у вас? Ну, он, говорит, на барабане играет. На барабане играет верующий. А где работает? Да как будто нигде. А она, говорит, работает в столовой. Хорошо готовит. Вот и все. А о том, чтобы вот как у нас, чтобы он шел, благовестовал. Приехал тут один в Барнаул, цыган. Ну, и говорит, я был священником, и все это разочаровалось, и к баптистам пришел. Они его приветили, брат родной, а я работаю на работе сторожем. Они ко мне его привели. Привели. Когда позвонили, я говорю, это обман какой-то, обман. Ну, когда привели, я говорю, скажите, вы же священником были? Да. Она, скажите, второй возраст, сугубо их тени, какой? А это же не Библия. Это такой священник, говорит. О, да вы, если ты меня раскусил. Я говорю, так, идем в милицию. Ну, его, значит, под белые руки и в милицию. И вот он, как начал материться там, а баптисты рты раздинули. А я присвятил, представил трубку, слушай, обращенный, вы какие вы доверчивые-то. Он совершенно неверующий был. Он, ну, дают, что же руку-то, дай, батя, дай. Все. Моя тетка, они у нее там что-то своровали, она говорит, как вам не стыдно? Я одна, без мужа, детей воспитываю. А где ты работаешь? Она говорит, я за конями ухаживаю. А тебе не стыдно работать? Да как же стыдно? А нам стыдно работать. И потом цыган привезли нам в деревню, тогда, Хрущевский, что ли, указ был. Ну, пасти. А я пасу, и он пасет. А он на коне, а я пешком. И вот он уедет, полдня нигде нету. Ну, где же ты был, Вася там, или Роман? Вот, у, батья, я там в лог пошел, там такой зверь, как змей летущий. У меня конь застрял, я едва прибежал к тебе. Ну, ничего не хотят делать. Это я из опыта говорю. А как женщины едут, коров доить. А коров, пастем, колхозы, он на коне, горцует перед ними, ну, лучше некуда. Игнатий Тихонович, скажите, у православных же есть, ну, скажем, у русских даже, да, у славян, есть какие-то традиции национальные, да? Точно так же, как у цыганов. У русских? У русских национальный обычай безразличие, халатность. Вот это вот, трын, трава, лежи оно. А когда подойдут, пнут его, теперь он будет колодец копать. Рубаха парит. Я потому, я потому, что, смотрите, у каждой национальности есть какие-то традиции, да? Праздники какие-то и так далее. Вот если, к примеру, цыган православный, да? Ну, истинно православный, верующий, то можно ли ему соблюдать свои какие-то традиции, которые, скажем, в рамках, ну, не выходят из рамки священного писания? Ну, называйте, называйте, какие традиции, конкретно? Ну, праздники, например, у нас есть. Никак, никаких праздников, кроме религиозных, уже исполнять не будешь. И ты демона тешишь. Зачем же? Это канон говорит, тебя сразу отлучат. Так, отпадает. Еще что? Ну, нет, это я вопрос для мамы. Никак, никак, ни под каким видом. Иначе тебя там сатана окрутит, и ты сам не знаешь, что съешь, что выпьешь. С неверующими заслужениями. Пасха, да, вот, какой момент? Как вот это, Журавлев, Журавлев, Да, я знаю, Сергей Журавлев, он, мошенник, его клоун, клоун зовут. Он рассказывал про куличи, помните, да? Ну, вы, видели. Ну, что? Что? Ну, как выглядит кулич? Я просто не могу это воспроизводить. Куличи, куличи. Куличи на пасху. Куличи на пасху. А самые длинные, они, вот такие бывают, по полметра больше даже. Это я знаю. Видел. То есть, видя чего? Он говорит то, что это раньше, я извиняюсь, но я скажу, в виде фаоса, якобы делали. Ну, греха в этом нету, что сделают и осветят. Греха нету. Пусть сделает, вкусно готовят, это да. Так они хоронят, специально делают скреп, с кирпича, ему телевизор ставят там, обворовывают-то все. Я говорю, а зачем? А чтобы видел, батя? Я их с цыганами встречался. Обманщики на каждом шагу врут. Скажите, вот, когда вы Пасху празднуете, вы же делаете куличи? Нет, мы не делаем. А пресники? Ну, которые рядом с нами делают, я не делаю, я не люблю. Я люблю простой хлеб, черный. Ну, то есть, а пресники, ну, как бы, да? Ну, пускай хоть какой, а там бывает, там какие-то вкрапления, поливают, я это вообще не принимаю. А не принимайте, почему? Я вот именно по этому. По воздержанию. Я мясо не ем, в рот алкоголя не беру. Мне полезно держать себя в руках. У меня организм очень сильный, я просто не хочу этого. Я все время его зажимаю. Павел говорит, смиряю, порабощаю тело мое, чтобы пропоедать другим, самому не оказаться недостойным. Я в узи девочки держу себя. То есть, не на то, что вы придаете? Нет, 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 нет. Я уже полвека в рот мяса никакого не беру, ни птичьего, рыба одна, все. Ну, это просто как бы для здоровья. Не здоровья, а для воздержания, так называем. Это дешевле. У меня мизерная зарплата, пенсия, 8 тысяч, 101 рубль, 141 рубль, 33 копейки. вот и живи. Я понял. Игнат Тихонович, у меня вопрос все-таки по поводу, который первый я вам задал, по поводу покаяния. И по поводу, если я не знаю, да, вот, я когда молюсь, я говорю, Господи, вот, ну вот, и вот я такой, какой я есть, что мне делать, да, то есть, я хочу, я хочу покаяться, я каюсь, а на следующий день делаю то же самое. Давайте сейчас, давайте шапку снимайте, мы сейчас помолимся сразу, я встану и помолюсь за вас. Встаньте на ноги. На ноги. А, я извиняюсь, я в автомобиле, Игнатий Тихонович. Вам нельзя встать? Я в автомобиле сижу. Мы тогда с вами другую, я не могу. Ну, перекреститься, можете лоб перекрестить себя? Сверху вниз, направо плечо и налево. Вот сейчас я буду кланяться и буду молиться. Если вы согласны с молитвой, говорите аминь. Хорошо. Боже, милости будь мне грешному, создав имя Господи, помилуй меня, бесчиславен согрешил. Господи, прости меня грешного и помилуй. Я прошу Тебя, Владыка неба и земли, коси сердце Робертс, открой ему истину Твою, дабы любовь Твоя объяла его, и все прошлое ушло в небытие. Помоги ему истомившемуся, кроме Тебя нет иной помощи, распятый за наши грехи и воскресший для нашего оправдания Христос. Тебе слава, Триединная Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Ну что, будем расставаться. Сейчас у меня буквально еще один вопрос. Давайте, слушаю. Я не буду вас поддерживать. Смотрите, вот, в общем, есть всякие разные динаминации, да, скажем. Послушайте, динаминации, конфессии, этих слов нету. Это сатана прихрыл слово ересь. Ересь под этим. Так и говори сразу, какой ереси, я буду отвечать. Я понимаю, я просто побывал и там, и там, везде, ну просто чтобы... Вы придите в православную церковь-то, то еретики не церковь, там нет спасения. Вы из церковь вернитесь. Хорошо, в Москве посоветуйте мне. Да, пойдите, знаете где? Храм Христа Спасителя, а на этой стороне видно купола, называется Храм Никола на Берсеневке. Метров 250 от Храма Христа Спасителя, главного храма страны. И там отец Кирилл, игумен, очень хороший человек. Он приезжал с группой учеников в мой лагерь. Отец Кирилл, и скажете, что мы с вами поговорили и даже помолились. Просто я как не приходил в православную церковь, я вот не понимаю. В баптистскую церковь приходишь, ты слышишь проповедь, ну слышишь Слово Божие, да, как бы. А приходишь в православную церковь, они то на старославянском что-то там поют, ты хочешь уловить, то не понимаешь. Ну почему так происходит? Ну неправильно происходит. Но вы пришли в храм молиться. Даже проповеди нет. Дома считай. Проповедь, если зайдете на наш YouTube, там моих проповедей, 1170 проповедей. Проповедей, которые я в храмах говорил. Которые у них там говорил на Берсеневке. Я облачаюсь в подрезник, там стихарь дают. И я там проповедь говорил в храме. Ну, в общем, в эту церковь, да, можно будет? Да, конечно. На проповедь можно попасть? Или в какое время там проповедь бывает? А там, ну, знаете. Я когда был, я всегда говорил проповедь. А когда у них будет, я не знаю. Отец Кирилл говорит проповедь. Он игумен. То есть это не пятиминутный, или полноценный бывает? Или пятиминутный? Пришел, может быть, я там доустаточный. Ну, ты пришел. Пришел. Ну, да, никогда к касте не подходи. Спроси отца Кирилла, где увидеть. Кирилл, запомни слово. Они могут сказать, если он только дома. А вы к нему подойдите, скажи, прямо открой ему все, я не ощущаю близости Христовой. И скажи, я вот нахожусь там-то не в церкви, а в секте такой-то. Это не церковь. И как мне быть? Я хочу, чтобы со Христом быть. Конечно, ты должен вернуться в церковь. Церковь – это мать Родина. А это секты, они появились тысячелетия спустя. Полторы тысячи лет прошло, и тогда они начинают, как говорится, вырастать. Зачем? Церковь Христовна. Почему они не понимают? То есть, я слышал ваши вот эти, скажем, беседы с протестантами. Ну, неужели они что-то не понимают этого? Или как? Никак. Я не могу знать. Я знаю только, что это не обходится без Лукаова. Он наносит мысли, мы лучше, а они не церковь. Они лучше нас, они не пьют. Они хорошо работают, у них хорошие семьи, но они не церковь. А мы хорошие, в аду очень много хороших. Есть такой пирм, сбежавший из ада. Он вернулся оттуда, говорит, там много хороших людей. Так что, молитесь. Вот, просто сейчас едете в машине, вот мы ездили, когда, в день мы должны были пять городов посетить, когда миссионерская поездка была. Я в 650 городов в библиотеке подарил книги, полный комплект, по 38 книг. Мы подарили на 35 миллионов. А, кстати, где можно найти вот это там, 9 книг, да, там у вас комплект? Ну, где у меня, у меня найти где. Вы тогда выходите, ну, и выпишите, я вам напишу, дам данные, все. Так, ну, в смысле, куда написать? Что мне конкретно нужно делать? А вы Мейл.ру знаете? Мой мир. Конечно. Вот, в Мой мир зарядите Игнатия Лапкина. И там напишите, я вам сразу скину данные, сколько, чего, куда переводить деньги, и когда придут вам книги, вы оплатите чек, там покажете мне. И после этого получите книги, сфотографируетесь, 2-3 фотографии. Ага. Книги, это малый тираж, тысяча экземпляров, там и все. Угу. Я понял. Ну, это, скажите, вот последний вопрос, я просто очень долго ждал, пока с вами пообщались. Так. Проблема, может быть, из-за того, что, скажем, я посещаю не ту церковь. Вот моя проблема. Может быть? Я слово проблема нигде не употребляю. Это американское слово. Нерешенный вопрос. Нерешенный вопрос. Вот такой нерешенный вопрос. Это не церковь. Вы в церкви-то и не бывали. Церковь – это православная. Ты скажешь, а я люблю католиков. Иди, это церковь. Но там заблуждение много больше, чем у нас. Да. Понятно. Я понял. Так, ну, в общем, возле храма Христа Спасителя на этой стороне канала его видно там купола. Старинный храм стоит. Прямо Храм Христа Спасителя выйдешь и пересекать канал. Пересек и рядом храм. Блин. Прямо рядом. Игнатий Тихонович, скажите, протестанты в ад пойдут или нет? Мне не решать это. Я знаю, что не церковь. Церковь там, где есть епископат, епископы, рукоположенные друг от друга до апостолов. Это Бог решает. Но они не церковь. А вне церкви нет спасения. Церковь – это невеста, это корабль. Не то, что я ратуюсь за свое. Я бы был среди баптистов, обратился, то я бы там остался. Но это не церковь. Если бы у них было священство, я бы православных не был. Но они не церковь. У них нет священства. А священник имеет право отпускать грехи. И кому простить и проститься, на ком оставить и останутся. О том, что должно быть священство. Да. Сказано или нет? А сказано об этом не где-то в Евангелии. Господь говорит. Это Евангелие от Иоанна. Кому простить и проститься, прямо говорит. Павел пишет об этом в 14-23 деяниях апостолов. И рукоположили, пресетюров в каждой церкви. К титу, первое послание, пятый стих. В Библии достаточно мест. Это священство. Мы все называемся священником, все. Но в плане духовном. А это конкретно в видимом образе. Он может совершать литургию, а у них нету. Хлеб остается хлебом. У нас хлеб делается телом Христовым. Тайна. Таинство. Так что, может быть, это и хорошо, что у вас ничего не было. Вы все это ощутите, когда познакомитесь с церковью. Вы никогда не ждите ничего. Встань в уголок и молись, чтобы ничего не видеть. Уголосное обращение было в пятидесятнической церкви. Я так, не в церкви, я на дому. Пятидесятники жили. Я у них ничего от них не получил. Ничего, кроме дали Библию и все. Я покаялся. И больше у меня ничего не было. Хотя я у них проповедовал. Но они знали, что я православный. Они очень хотели, чтобы я был, кажется, обрезан у них. То есть принял у них крещение. Зачем же? Я знаю, что они не церковь. Игнатий Тихонович, смотрите, у меня мама сейчас, она серьезно болеет. Как вы относитесь к молитвам за исцеление? Какие молитвы? Кто совершает? Я тоже молюсь за исцеление. Мне звонят все время. Помолитесь. Помолитесь. Люди кто-то выздоравливает. А кто как умирает, Бог знает. Вот только недавно его похоронили, парализованный был Сергей. Вот. Да, хороший человек. Как знать? Нам сказано молитесь. Я молюсь. А результат Бог берет на себя. Ну, то есть обещания, ну, скажем так, обетования в Библии нет, да? Нет такого, что давай, дай обещания, а я тебе подам здоровье. Нет. Это человек, когда в беде бывает, он дает обещания. Лучше, говорит, не давать, чем дать и не исполнить. Ты скажи, Господи... Обетования от Господа нету о том, что Бог исцелит человека по каким-то... Ну, если человек покаяться, если... Это написано. Пятая глава послание Якова. Болен ли? Пусть призовет пресвятеров и помолится над ним. Обмазок его велик. Да, ну, так написано. А у сектантов, баплистов, то у них нет, они называют пастор. Такого нет названия. Это фальшь. Один обман. У них священства нету. Ни у кого нету. Ни одной секты. Вот я назвал пять, все. Только у них. Я понял. Ну, то есть, вот это вот местописание из Библии Иаковых, это и есть обетование от Господа? Ну, можем назвать обетование, это называется таинство соборования. Вот мать, чтобы пришла, и когда соборование будет, узнать. Но надо, чтобы договориться, что бесплатно, не за деньги. А ты деньги в другой день приди, батюшка скажи, я хорошо заработал, вот моя десятина, отдай ему. Но за таинство никогда не плати, не бери грех на душу. Это можно в ту же церковь, да? Ну да, ну да, ты можешь просто священнику подойти и в руки отдать. Скажи, это не за крещение. Я просто должен, вы работаете, трудитесь, я вам отдал десятину. Потом, когда, ну, когда крестите или что-то, деньги никогда, чтобы не фигурировали. А крещение, крещение по поводу младенцев, ну, когда ребенка крестит, это как вообще? Ну, правильно, крестят, это родители верующие, а сейчас сегодня крестят, а никто не верующий. А такие не надо крестить. Вот вы когда-то с кем-то общались по поводу, у вас была ситуация, потеряя, я смотрю в видеоролик, когда кто-то хотел крестить, и вы отцу сказали, что он не готов. не знаю, не знаю я как, но приходили из баптистов, он сам, Сорокин, крестился, Дмитрий, мать его, и ребенок, а жена не крестилась, у баптистов они. И так осталось. У вас была потеряя такая ситуация, то, что вы говорили, когда батюшка сказал, вы соберитесь коллективно, да, это я вашу ситуацию, да, и напишите, без вашего, без вашего присутствия, помните, да? Да, так это она не ребенок, она училась в институте. Ну вот, то есть, получается, ее почему-то не допускали. Ну, не допускали, видели, что она не готова, она все нормально делает, но видно, что как вот вы, она не пробужденная, и она на следующий год уже крестилась, и говорит, как хорошо, что меня не допустили, я была не готова. И у нас... Ну, видите, осознанность какая-то должна была быть. Конечно. А вот ситуация с ребенком, почему? Он же не осознан. А ребенка где запрещали? Такого не было у нас. Я в том плане, что наоборот, когда человек принимает крещение, он же осознанно должен это делать. Ну, конечно. А ребенок, он же не может осознанно. А, так не рассуждается. В Ветхом Завете Бог заключил завет, с цезаревским народом, путем обрезания. Ну, знаешь, как обрезание делает где? Ребенок должен быть восьмидневный. Он ничего не понимает. Да зачем тебе понимать? Бог повелел. А если не примет? Истребиться. То есть, ребенка надо убить. Это закон был такой. А поэтому... А обрезание указывало на крещение. Вторая глава, одиннадцатый стих в посланиях колоссиным. Мы обрезаны обрезанием нерукотворенным, получив крещение Христово. Вот. Апостол Павел поясняет. Мы обрезаны, как в воде. Обрезание души, греха. Вот как духовно понимается. Так, все, я ухожу от вас. С Богом. Если что-то будет, очень срочно. Ну, через месяц или как. А по скайпу зайдете. С Богом. Да, пожалуйста, помолитесь за маму мою, если вам нету как ее звать. Мария, я там, Мария. Не понял. Мария, Мария. Мария, у меня мама тоже Мария была. Ну, с Богом. Спасибо вам. Всего хорошего. Храни Господь. Спасибо.